Привет всем, спасибо, что вы пришли. Сегодня у нас такой мега большой семинар в Workspace на тему конкурса «Прошедший он», собственно, под эгидой Яндекса. Ну и задача конкурса была поиска уязвимости в этом самом Яндексе. Конкурс у нас прошел, шел он месяц, шел он как бы с начала, по сути, ноября и до конца ноября. И на конференции ZeroNight, которая прошла 25 ноября, были мягкие результаты. И как бы мы собрали победителя этого конкурса, сюда взяли у них презентацию, не все, к сожалению, смогли приехать, но тем не менее. И мы будем рассказывать, собственно, о том, какие уязвимости были найдены в рамках этого конкурса. Мышка у нас сломалась. Итак, значит, я хотел бы сказать здесь, потому что здесь классную мышку ловят. Значит, кто будет рассказывать и что будет рассказывать? Будет рассказывать, собственно, Юра Гольцев из Posted Technologies Research Team, которые получили отдельную благодарность от комитета за свое участие в конкурсе. Собственно, третий и второе место прислали в своей презентации ребята, собственно, Эльдар Заитов и Алексей Сенцов. Их не будет сегодня здесь, они в Питере живут. И, собственно, я буду рассказывать свою уязвимость. Вот, я как бы первый. Итак, было 30 дней, было 50 исследователей и было x-багов. Начинаем с части 1. Мышка, молодец. Мышка, молодец. Включайте слайд. Погнали. Вот. Итак, Юрий Гольцев будет рассказывать про свои уязвимости и уязвимости в Posted Technologies Research Team. Еще пойдем. Вперед. Я тебе включу по чему-то. Твой слайд. Да, я взял от самого Posted Technologies Research Team. Ай-яй. А, это шоу, вот он. Чис. Значит. Вот эта твоя, да? Да. Класс. Все получилось. Ну вот и все. Класс. Протект. А какой-нибудь есть? Нет. У нас есть флешка. Там все есть на флешке. Сейчас. Я думаю, не обманываю машину. Треническая остановка. Мы главное все проверим, прежде чем все запустилось. Все было хорошо. Это, короче, карма. Мы не снимем еще. Да, да, да. Знаем у вас. Сейчас там у Сиилия развернуться и сказать, ну вот так и было. Вот это мы сделаем. Вот так вот, да. Интересно, сейчас не случилось? А, ну правильно. Не-не-не, это глюк просто. Это просто, да. Надо было сказать. Анархик менеджер, он не способен это сделать. Надо было как-то... Вот, и все будет хорошо. Он потерял сеть, которой не было. Вот она. Мышка нельзя нажать их пять. Вперед. Я кликаю. Левый. Ног, и все. Всем привет. Меня зовут Юр Кольсов. Я работаю в компании Positive Technologies. И мы тоже с ребятами участвовали в конкурсе Ядексов по поиску уязвимостей. Сейчас я вам расскажу, что мы нашли. Не-не, свет точно не видно. Да, да. Зачем свет? Да, ну, свет на Юру не видно. А, вот. Юр, вот сейчас вставь сюда тебя. Привет, вызов. Не, что, да, нет. Уже все увидели. Нормально, нормально. Мы же прямо в описании. А другой переключаем. Нет, в реальности. Давай, давай я буду переключать тебе слайд. А все, наторвышки. Ты просто будешь говорить вперед. В общем, что мы искали? Мы искали, соответственно, ремонт-копы дзинкьюшен. Нам было интереснее. Ускел он лекции, построил различные. Но не нашли. К сожалению, может быть, к счастью. Прошу тебя. Блин. Это фейл. Я уже проводную мышку могу подцепить. Ага. Вот, как мы искали? Искали, естественно, руками. Плюс мы использовали наше секретное оружие. Это команда dot, которая является нашими друзьями хорошими. Они нам немножко помогли. И, естественно, мы использовали наш клевый Max Pattern. И все, а из слайд? Вот, на самом деле, нам понравилось то, что ребята из Яндекса не запретили использовать автоматизированные средства поиску иззвимости. Вот, и мы решили Max Pattern, надеюсь. Вот. Что мы нашли? У нас была одна уязвимость HTP response splitting, которую я особо не понимаю. Куча XSS, но они были на поддоменах, не стоит интересна. Вот internal web access. Но, на самом деле, мы позже спросим об этом у Тараса. Действительно ли это был полноценный internal web access. И пара раскрытых информаций, там, различных пути, скрипты, неправильно отрабатывали. Но это все по областу. Мы решили, чтобы нам было больше фантов, сделать пару связок, чтобы это как-то выглядело как крутой хак. Да, давай-давай. Блин. Мы с третьим раносом. О, е-моё. Есть у нас такой баг, короче. Ладно, на самом деле, кросс-сайт скриптинг. Все просто. Во-первых, мы не заморачивались на каком-то одном ресурсе. У нас был огромный скол. У нас были фисковики, которые могли бы здесь задействовать. Google, там, не знаю, тот же Яндекс. Через него тоже выискали плаги. А, bing. И где искали? В e-параметрах, в post, в hydra, в cookies. Чем это обыденно? Те уязвимости, которые мы нашли, они действительно банальные. И как бы никаких защит мы там не обходили. Не было абсолютно никакой фильтрации при эксплуатации данных уязвимостей. И домены, которые были, например, кросс-сайт скриптингом, это были домены там третьего уровня, четвертого как бы. Вот так вот все, банально. Давай дальше. Следующая такая же будет. Я надеюсь, что нет. Следующая статкнуешь? О, подавляясь. А, вот это флэш. В 2008 году на флэш. В чем идея? В 2008 году на фазе.ру, там, по-моему, последняя тема даже на сайтах, раскакивала по поводу внедрения ялскрипткода в различные флэш-программы, баннеры. И в чем особенность то, что, допустим, какая-то компания хочет себе сделать очень проактивный баннер. Она обращается за этим делом каким-то людям. И эти люди, у них есть шаблон, который заранее уязвим к внедрению ялскрипта. То есть, допустим, мы вводим какой-то параметр, создаем для него ялскрипт, и когда пользователь кликает на баннер или производит какое-либо действие, ялскрипт отрабатывает. Вот, это до сих пор уязвимость есть во многих баннерах. Как бы было их искать сложно достаточно, потому что все дело замедлялось тем, что необходимо скачаться в баннер, там его декомпилировать, посмотреть, что там вообще нужно будет использоваться. Ну и, в общем, так. Ну, пару-тройку мы, наверное, нашли. Давай дальше. А, ну, примеры CSS-ок. У нас прав Яндексу, как я и говорил, обладают доменом третьего счета вводования. Пару примеров. Ну, давай дальше что-то. Вот, транслейт там. Это покруче, чем пасс-дисклужер. Но тут, на самом деле, должно быть информация-дисклужер вместо cross-site-скрипта. Но тоже, на самом деле, все банально. Просто вставляем какое-то невалидное данное, параметры, аргументы скрипта. И вот мы получаем пасс-дисклужер. По поводу svn-enters. Встретился нам один хост, на котором я, Владим, уже рассказывал, что вроде как мы там не нашли сорцов, но вчера оказалось, что сорцы там были. Но ничего интересного мы оттуда для себя не подчеркнули и как бы решили забить на это. А это круто, на самом деле, слиться. Вот. Вот. Internal Web Access. Ну, со знаком вопроса. Потому что мы так и не поняли, имеем мы доступ там куда-то далеко в DMZ или не имеем. Нас это вообще, на самом деле, очень удивило, потому что банка, на самом деле, очень простая. Как бы и даже человек, далекий от всего этого, мог случайно на нее наткнуться. Вот. Как некоторые говорили, что это очень хорошая находка для SEOшника. Дарья мы покажем. Вот, собственно, если мы заходим, допустим, на трансфейт Ядекс.ру и просим его перевести на главную страницу Ядекс.ру, то получаем вот такую картину. Я думаю, немногие из вас видели главную страницу Ядекса вот с такими штуками. Вот. Ну, то есть, фактически, конечно, что, другая страница Ядекса? Да. И вот следующий скрип, вот, скрюшок, вот, тут написано, что вы находитесь внутри локальной сети Ядекса. Этот код страницы может отличаться от того, который вы видите внешний пользователь. Нас порадовало. Вот. И если бы мы добавили параметр I'mHacker1, мы бы все видели нормально. Раз, собственно, вопрос. Надо было добавить. Думаешь? Вот. Могли бы мы куда-то еще достучаться? Ну, я думаю, что вам на этой информации уже было, на самом деле, достаточно. Ну, нам просто для себя интересно. Ну, в любом случае, вы преодолели определенную границу. Вот. И на это вас должно было как минимум налопнуть название параметра. Ну, да, согласен. Скорее, шай, ну, это раз. Вот. Ну, спасибо. Давай, давай. Вот это нас, пока, заинтересовало. htb-lifond splitter. Заинтересовала она, в первую очередь, тем, что была найдена очень неожиданно и на главном домене. Тогда был яндекс.ру. Это был get-параметр. Плюс мы обнаружили, что, используя эту багу, можно обойти фильтр интернет-эксплойера, который антикссс. Ну, и, собственно, продемонстрируем сейчас. Владимир рассказывал об этом на заранайце. У нас тогда закрались мысли, что именно за эту багу он получил первое место. И выходил русский, как вот эта милая панда. Нет. Не знаю. Ну, отлично. Я вообще с ним не знаю, что. Всем советую. Очень хорошая. Направил. Давай дальше. Вот. Какие ограничения вообще у нас с этой багой были? То есть мы могли поделать не полностью ответ сервера, а могли только подделать location и установить пользователя к писам. И как-то мы решили, что все-таки надо как-то доработать, чтобы она хорошо рассмотрелась. Это атака. Что ты передаешь ей к пользователю, и у тебя уже там куки-сад. И мы решили поискать XSS в куки-сад. Вот. Прямо так. Как в детском саду. Скупиками. Вот. Прямо так порадовались. И, собственно, недолго, наверное, минут, ну, может, 20 лет. Сашей Зайцевым сидели и обратили внимание на mail.yandex.ru. Начали там руками трогать, что там, какие параметры в руках нам передается. И достаточно быстро нашли, по-моему, переменный Яндекс.Клуид. Там была XSS. И, собственно, мы это потом все делали соменеем. Вот. Как это все выглядело? Ну, тут, наверное, не особо хорошо видно. Все. Вот. Соответственно, мы поделаем location. То, что пользователя переходят на определенную сомку и говорят direct на протестике вертируем. Вот у нас location подделался. Круто. Давай следующий. Лайк. Вот. Тут вообще еще не есть. На самом деле. А, ну, на том слайде мы доставляем куки. Вот. У нас куки получился в Яндекс.Уид. И там скрипт, алик, документ, куки и все такое. И вот у нас он, мы уходим страницам. Класс. Давай дальше. И там, бам! Пользователь directed на mail Яндекс.Ру. И тут у него прям XSS-какобат. Мы очень гордились этим. Весело было. Вот. И следующее. Да. Дукойно, да. Порадовались, что нашли вход фильтра. В E. Вот. И как оказалось, то, что вот с этими, с нашим переделанным Яндекс.Уидом в кукисах пользователю достаточно один раз зайти. То есть это XSS-какобат работает. А в следующий раз, допустим, он F5 нажмет. И все уже, кукиса нормальные и дублирования никакого не будет. То есть он, в принципе, может вообще даже ничего не заметить, если у вас там есть куки. Пользователь. Да. Давай дальше. Вот. Что нам немножко не понравилось, то, что Яндекс.Деньги, вот мне были включены к скоп, вот тут ребята нашли такое, ахабли выложили, пассивную XSS-ку яндекс.Ребят. Вот. И как бы, наверное, тоже здорово там поискать. Ну, не было слова. Давай. Юра, а вы не пробовали вот это вот изменение куки для фиксации сессии? Нет. Мы же работаем. Очень много. Нет? Вот. Ну, собственно, мы с собой включили. Попробуй. Ну, во-первых, хотим сказать Яндексу спасибо большое, потому что нам очень было весело. Чтобы выделить вот это движение. Хорошее предпровождение. Вот. Баги закрыли. Молодцы. Круто. Вот. Ну, пожелания и недостатки. Вот, наверное, только с Яндекс.Деньгами связаны. Вот. Пожелания. Уже закрыли. Так, давайте, ребята, продолжайте в том же духе, как бы, чаще и больше. Ну, и все, в общем, получили профиты. Мы и ребята, как бы, вот, Грицы, вот, Боя, Сенцова, Путезеллер и многим другим, кто в этом вообще участвовал. Давай. Спасибо. Мои вопросы. А все вопросы? Да, давайте сейчас вопросы будем задавать по вот этой презентации, потому что у нас будет сегодня много презентаций. И, как бы, чтобы не путать скоп. Если вот конкретно по вот этим уязвимостям есть вопросы, вы сразу сейчас задавайте, чтобы потом... Давай. Интернал Web Access, ну, Интернал Аксесс, он был только через транслит, правильно? То есть зайти на транслит, фактически, в бит, вот, страницу переведи, и он выдает вот такой... Да, 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 прям Яндекс вводили туда и... А больше, вот, лучше туда не ковыряли. Ну, соседний именно с... Ну, это же не пинтест. Правильно, правильно. А, кстати, у меня вот вопрос. Вот это вот случайно не последние две адреса и пишечка. Может быть, мы не оборачивались вообще. Мне кажется, что просто перебирает параметры. Может быть, я отводить в мобиль. Это на данный момент похоже, 211, а? Мне кажется, что... А может, это 20... Нет, 29, 187. Мне кажется, это просто айпишничек. Я не знаю, я просто этого не видел сам. Я согласен, там все. Очень, очень похожи. Это ревардинг программ, а не пинтест. Нет. Потому что, если бы мы шли дальше, это уже 272 статья. Нет, ну там реально, там администрирование. Я тоже администрировал на сколько. Ну, а если бы мы случайно получили доступ к информации, которую не должно быть? Мы бы получили доступ к факту. Да, если бы вы уже акценты и не должны были получать. Подожди, это не... Это улыбимость, как бы. Мы ее зафиксировали. Давай, братом, обсудим, ребята. Вопросы сейчас есть. Что же не влияет? Нашли просто хедов на битике контента. А что, теперь он ли не ставится на пухах верных сил? Ну, теперь ставится на пухах верных сил. Ей, вот без смеха он недавно там появился. По крайней мере, то, что я видел, я заметил, что вот. Это случайное совпадение. Это инновация. Инновация. В чем обход и CSS фильтра? Слушай, это из-за процент 0d, процент 0a, и как бы он неправильно все это, наверное, парсит. Какой чувак, ты че? А, фонд, доклад, действительно. А фонд XS фильтр очень простой. Когда у вас есть внедрение заголовков, интернет-эксплорер принимает специальный заголовок. Заголовок называется xxx protection 0. Когда он видит этот заголовок, он отключает фильтрацию контента страницы. Смотри, мы это не использовали. А, тогда я не знаю, что будет. Я вот так вот обошел. Нет, нет, этого не было. Ну все. Ну, кстати, вот в зернанайце помню то, что вы показывали. Вы там xxx protection не показывали. Нет, нет. Ну тогда я не в тему. Знаешь, чтобы я поймал, можно было не лайнфит, а просто одну, там, короче, все, explorer-каррик. Ну да, кстати. Короче, сигнотон попадает. Ну ладно, значит, еще лучше. Значит, я не про то рассказывал. Что же я начал? Я-то про... Я-то про... Я-то про... Значит, я тебя исправили, значит. Нет, потому что мы... Я-то какой-то грустный, вот, там ходили. Слил удой. Да, можно скидить на ПТ-решечку. Да. Да. Чего? Потому что мы губхали. Да, конечно. А вот через этот самый response spliffing вы не пытались какой-нибудь там reverse proxy, там пользы и так далее? Есть там вообще? Нет, не пытались. Я могу сказать, что в утешении как-то интересен этот случай. То есть в этом смысле вымался. То есть translate не впечатлил, нет? Нет, я компьютер хайцест. Translate другая ставит. Ну ладно. Ну давайте теперь купить даров. Так, теперь да. Теперь мы чуть-чуть прерываем. Значит, конкретно вот этот доклад мы заканчиваем. И дальше у нас есть вторая неплохая презентация. Ты ее сделаешь в фор? Может быть. Что? Да. А, опять этот архивер сейчас долго не включится. Да, это не архив чувак, конечно. По-моему, это вот это. Ну, оно как бы архивное. Ну, да. Там zip, а в нем какой-нибудь... Да, вот это Ильдар презентация. Вот, соответственно, он у нас не приехал, к сожалению, мы его звали. Ильдар Заитов, он же Купризель, сделал такую презентацию, которую тоже Юра расскажет. Привет, Дарвили. Я что-то не так скажу, не обижайся. Вот. Собственно, теперь я Ильдар. Как искал Ильдар и вообще что он искал? Ну, искал со связки, cross-site request поджим, небезопасные направления с рейсиями, скилл инъекции, наверное, тоже искал. Где искал, все скобки, в принципе, знают. На основных серверах Яндекса. Давай поехали. А почему искал? Ну, почему вообще все участвовали в программе в этом? Ну, как бы было интересно. Ну, не знаю, мы, может быть, не надеялись, там много денег получить, но вот Купризель надеялся. Молодец. Что искал, ты же говорила? Да, что искал, как искал? Вот он использовал вручной файдинг, как, наверное, и все. И вообще я решил сначала представить, как это все внутри работает, и построить какую-то логическую цепочку. Не просто так файдить, а с умом. Вот я искал, он искал, как я понял, только на Mail, Яндекс.ру. Другие сервера, он особый тот уровень. Ну, я так понимаю, он выделил сервис, который является наиболее критичным в случае зрения перс данных, и не фигачил этот сервис. Что нашел? Нашел несколько пассивных CSS-ов, некритичное раскрытие данных и всякие там штуки. Различные трюки, работа с сервисами, или документированные, можно сказать. Но он думает, что это лейт, но мы так не думаем. Курзель молодец. Вот у него хорошая бага. Не фильтруются данные, которые поступают в параметр RedPath. И, в общем, получилось так, что через эту уязвимость у XSS-ка он смог поделать, точнее, немножко поменять форму логина на Mail, Яндекс.ру. Таким образом, что пользователь, когда вводил свои данные, они сначала отправлялись к нему на сервер, а потом пользователь директил обратно на Mail.ru, и для него это было совсем прозрачно. Mail.ru? Да, я не могу простить. Mail. Яндекс.ру. Вот сейчас поговорим, как он все это сделал, как получилось эффективно это все. И как бы он решил не ограничиваться на том, что указы просто куки, и он решил допилить это все дело для того, чтобы получить Mail.ru с логином и паролем пользователя. Вот. Вот это кусок кода, который отвечает за поделку форма. То есть если его нормальный вид провести, как бы вы, наверное, там что-то поймете. Очень трудно, очень трудно. Давай дальше. Надо было зачитать. Вот. Собственно, несколько, ну, точнее, не несколько, но очень много раскрытий и всякой информации нашего служебной. Просто банально фазил параметры, там, не знаю, в кулисах, где он там, в постах. Вообще, в любых запросах, в общем, фазил-фазил, там вообще значения передавал. Вот и, собственно, у него всякие раскрытия происходили. Это раскрытие путей примет, это раскрытие служебной информации запроса. Вот. Ну, он как бы не акцентировал на этом большое внимание. Сказал, что это булавство. Давай дальше. Вот он нашел такой файл, как mod.js.js. Я, на самом деле, не знаю, где он его нашел. Вот, но... Я так понял, это серверный JavaScript, до которого он додумался, что он там работает. Локально нашел баг. Ты знаешь, на каком-нибудь хосте? Отфазил. Маму или я так понял. Это описание вот этой баги, насколько я понимаю. Вот этой. Почему вот эта фигня выдает полностью сервера? Ну, может быть. Давай не встать. Почему? Я рассматриваю. Самый умный просто. Ну, слушайте, опять вот этот пример конкурсионного файла, это mod.js.js. Да, блин. Да, здесь хорошо. Не встать. Вот. А-а-а. Вот по поводу как бы кубизайль тоже додумался, как входить в обычную сеть. Я так понял, что, ну, как он мне сказал, он использовал ленту RSS в почте. Вот. И мог отправлять где-то запросы в ДНЗ. Он достучался до этих силаков, как Box Яндекс.нет, кальсерчмейл Яндекс.нет. Вот. И еще одна штука мне понравилась. Там есть в почте сервис MailCollector. Вот там можно указать хост, там ход, логин, пароль и подключиться к нему. И вот я так понял, что он через вот эти вот, через этот MailCollector научился сканировать порты в ММАЛ-сервере сети. Порты вообще никак не фильтруются. Что? Порты вообще никак не фильтруются. То есть какие угодно вообще можно закрыть. А ну, а кто знает, на каком-то порту он в ММАЛ-сервере сидит? Ну, конечно, да. Я бы удивился, если бы он на меня висел, скажем, на SSH-ном порту. Не, ну, мало ли. Всякое бывает. Давай дальше. Также он нашел в Mail.Yandex.ru, там система Neo. Там первая версия была уязвимость Cross-Site Request Torjure, во второй версии, которая тоже сейчас используется, там, по идее, должна была быть защита уже от Cross-Site Request Torjure. Вот. Но факт остается фактом, что первая версия уязвима. И каким-то чудесным образом, когда пользователь переходил на вторую версию, она все равно была уязвима. Вот. И, собственно, он этим делом решил воспользоваться и написал отличный эксплойт, который мы сейчас вам покажем. Что он придумал? Он не стал там сморачиваться с логинами, паролями, с кубиками. Он решил просто добавлять свой email адрес. В интерфейсе системы для Adirect. Почта приходит к человеку и сразу, типа, зелья, она сваливается тоже. Вот, собственно, он предложил эту штуку на две части. В первой части он добавляет свой email адрес, потом его необходимо подтвердить. Давай второй нам слайд. Вот, собственно, первый я добавил. Это пример сплойта, который добавляет в интерфейсе ваш email адрес для Adirect. Вот, собственно, он будет в две части. Сначала мы его добавляем. Давай дальше. Вот. Потом его нужно активировать. Собственно, следующий слайд. Вот этим кодом происходит активация вашего Adirect на ваш почтовый ящик. Нам тоже это очень понравилось. Круто. После этого его можно взять за руку. Ведь его адрес там остается. Ну, адреса неожиданная. А, может, языкопарагентный пишет. Люди бы сюда ботов ставили, а не свои адреса. Как бы не обязательно же свой. Вы знаете понятие поиска уязвимости или ее эксплуатация? Мы как бы поиском занимались в рамках конкурса. Да ладно. Мне обязательно серьезно. Для скаута есть такие какие-то очень. Ну, если есть вопросы по этой части презентации, давайте так далее, как сейчас. И потом уже не будем возвращаться к программам. Да, мы постараемся чуть-чуть отлично. Вот. И как вообще? Понимаешь, почему он не автоматизировал свой свой свой? Таймс задерживал, почему он не сделал? Меня жду первым степом, а вторым. То есть зачем человеку надо ходить на две страницы, если это можно было сделать одним? Нет, у него там было все нормально. Нет, он просто дал две страницы. Вот сейчас, пока не переслали. Ну, он, я так понимаю, делал себе шаги, а потом просто автоматизировал уже редирект с одной на другую степень. Слад, это было мизиком, потому что бы это более удобно показать. Ну да, более наглядно. Видишь? Вот организатор говорит, что у него эксплуат в вас на работу. Ну, он не в ваша переводил. Нет, там все было автоматизировано, и не зря он получил свое место. Слад. Все уязвимости, насколько я понял, это не уязвимости сервера, а, собственно, кода, который программисты написали. В данном случае, да. Ну, сервера тоже пишут. Ну, или ошибки. А откуда в постнейме мы взялись? Блэкбокс и все потомное. Слушай, я не знаю, мне кажется, он просто нафазил как-то или где-то в раскрытиях нашел. Мне кажется, он нафазил, если он скайдировал. Нет, ну, там какой-то чтет. Ну, я бы что-то тоже церковь нашел. Чтобы что-то в угле нашел. Это связано с утешкой предыдущей? Нет, нет, нет. Он просто нашел, ну, тупо куча есть JS-ов, где в комментах есть вот эти адреса. И этих адресов много. И он просто реально по JS-ам прошелся, по кэшам JS-ов. Ну, круто, что-то. Слитую вику нашел. Давай я вот сейчас пальцем вместо. Да, я теперь буду рассказывать тоже про уязвимости, соответственно. Давай я включу. Давай, запускай. Знаешь, что такое запускай, где Семцов написано? Вот это DCG7812. Так, чему я? В Libre, да. Видите, а что имеется в виду под автоматизацией? Это что, какой-то Libby script или что-то там, я уж не знаю, на Perly пишется или что-то? На Yield script пишется. А автоматизация exploit-плотов? Что в U? Поиска. А, поиска. А он просто написал, да, с которым чекал выдачу поисковую. И в выдаче поисковой всегда есть... Да, Леша, ну, собственно, я сейчас отвечу на вопрос. В выдаче поисковой всегда есть кэш. Он чекал этот кэш, ну, чтобы самому не анализировать, где там JavaScript, чекал этот кэш и просто по regex-ку звездочка.yandex.ru, искал все, что там есть. И все, что там есть, он тупо делал и нас лукап. Все, что не лукапилось, откладывал влево. Все, что лукапилось, это публичка, это вправо. И все, что было слева, собственно, это блокбокс, вот это все. Вот примерно, вот логика именно такая. Я сейчас расскажу, собственно, за Лешу Сенцова, который не приехал к нам из славного города Санкт-Петербурга. Вот, за что он получил второе место и 3000 долларов на конкурсе. Его называется доклад «Я любил ловой часть 2» или опыт участия в конкурсе программы «Яндекс». Вперед. Вот, собственно, зачем это надо? Кто-то ударил по проекту. Не было такого. Может быть. Да, это не было. Ну ладно, в общем, первую букву мы дофазим. Значит, поехали. Где-то там и люди. Ну, в общем, Леша хотел, значит, получить денег, хотел получить славу, что, о, типа, это тот самый чувак, который сломал «Яндекс», оправдать свое любопытство и отстоять честь своей фирмы. Это цели, которые ставил перед собой Леша. Кстати, заметьте, вот никто не сговаривался, но у всех есть вот этот слайд. «Зачем мне это было надо?» С чего он начал? Он сказал, что ну пусть там есть XSS и CSRF, но их скучно, и типа я такой крутой чувак, что их найдут другие. А я буду искать настоящие крутые уязвимости. Буду искать их только в критичных, популярных сервисах и те уязвимости, которые приносят напрямую профиль с точки зрения атакующего, то есть либо ущерб и прочее. Он воспользовался твитом от Антона Карпова, который является руководителем службы безопасности «Яндекса», который нам дружно с Купризелем и Димой Афтеевым твитнул, что критерием оценки будет следующие популярность сервиса и простота эксплуатации уязвимости. Я, честно говоря, этого твита не понял, но Леша понял. И начал, короче, фигачить. Он сказал, что ага, веб 2.0, значит мы можем использовать CSRF плюс веб 2.0 и также раскрывать идентификатор. Скажи пока анонимности в интернете. Давай дальше. Что Леша сделал? Он понял, что есть такой домен PASS Яндекс.ру там сервис, есть параметр callback. А параметр callback это такая вещь, которую кто увидит, сразу он обращает на нее внимание. Почему? Потому что это именно той функции, которая вернется в JavaScript коде в ответ вам. И, собственно, если вы ее определите у себя в коде на своем домене, то она дернется. Но дернется-то она с данными, а данными не простыми, а кросс-доменными. И что вы получите? Вы получите логи, вы получите все остальное. Данные там его всякие разные пользователи. То есть смотрите, это как бы с одной стороны CSRF вот здесь отрабатывает, а с другой стороны это аналог хайджекинга, но только не JSON хайджекинга напрямую, хотя очень на нее похоже. Ну, типа JSON хайджекинга. Это же SMP скорее. Ну да, да, да. Ну это хайджекинга, короче. CSRF плюс хайджекинга. Я бы даже сказал просто хайджекинга. Просто хайджекинга. Вы даете имя функции, имя функции определяется у вас, данные, которые в нее идут, кросс-доменные, вы берете данные. Очень классная уязвимость, мне понравилось. Уязвимость номер три. Ну это, я так понимаю, в другом сервисе просто было найдено. Нет, это эксплуатация показывается. А, это эксплуатация показывается. Значит, ну я уже, в общем-то, о ней рассказал. Функция test 31337, это read от object from Яндекс. Object from Яндекс у вас приходит через, собственно, вот этот JSON хайджекинг. И вы получаете что? Вызов своей функции с чужими данными. Очень классно. Ваша функция коллекционирует эти данные, высылает на удаленный пост. Profit очень классная уязвимость. Вперед дальше. Почта. Что сделал Леша с почтой? Ну вот это, за это я чую, он и получил свои деньги, потому что классная штука, что он сделал. Он посмотрелся, присмотрелся, присмотрелся к некой параметру, который назывался id-щик письма. И подумал, а что если, а что если, первое, он заметил, что там есть некая постоянная часть, которая общая для всех. Есть некая инкриминированная часть, которую он предложил, идентификатор письма. Что он сделал дальше? А, и он узнал, как-то догадался, что в этом идентификаторе также защитный номер зеркала. Но я так понимаю, что это номер ноды. То есть все это кластеризуется, есть куча-куча серверов, каждый пронумерован, и номер вот этого сервера есть вот здесь, номер ноды, на который сейчас лежит это письмо. Ну потому что понятно, что все письма пользователя на одном серваке никто не хранит. Давай дальше. И что он сделал? Авторизовался он своего аккаунта, и оп, чудеса. Ему отдалось какой-то информацией, кусочек чужих писем. То есть он мог читать заголовки, от кого, и по-моему, ну в общем какую-то инфу, я тут не особо понял, от кого, короче, чужому человеку пришло письмо, его размер, дату, тему, и что-то такое. Ну в общем, краткую информацию о чужих письмах он смог читать. Но, естественно, это не таргетированная вещь, да, то есть была. И вот как он говорит, чтение было первой строчки тела письма, тема, письма, адреса, отправительную дату, утечка идентификатора двух соседних писем. То есть он брал известный идентификатор ему, плюс-минус один, предполагая, что письма, которые пришли примерно в это же время, лягут на ту же ноду серверную, что очень логично, и читал эти письма. Я так понял, что вот это. Это была в чистом виде ошибка авторизации. Да, логин, но нет, аидишник не привязан к сессии, ну вот этого письма, то есть выдает чужому пользователю. Итого, он умел читать случайные письма какие-то, первую строчку, со своего зеркала. Вот и ставит вопрос, ну типа, все ли это, что можно было получить. Ну я ответа не знаю, как бы, все, что я понял из этой презентации, я вам рассказал. Я не автор, поэтому строго не судить. Но тем не менее, если есть вопросы, давайте, задавайте, я попробую ответить за Лешу, на эти вопросы. Почему интересно, он не мог прочитать все эти письма? Ну потому что скрипт, который я нашел, который был уязвим, возвращал не все письмо, а только то от письма, что возвращается, я так понял, вот в этом первой, ну, первой страничке, где у вас все письма с копом, то есть дата, там тема, первая строчка. Я так понимаю, что просто вот это, ну это не да, Тарасов. Ну понятно, что о таких проблемах там задумались, как бы, они везде были решены. Вот он нашел конкретно один скрипт, в котором это была проблема, она была ограничена, но факт остается фактом, он получил этот доступ только когда, и за все это у нас. Ну да, то есть вот, он нашел скрипт, где просто, ну, не все письмо, где было все письмо, там было нормально. Ну это уже достаточно. Да, но этого было достаточно, ну само собой, как бы, да, все было круто. Можно будет ли вам вопрос идентифицировать владельца ящика, какую информацию будет продаваться? Или это просто произвольный кусок непонятного письма? Ну, это непонятно от непонятного адреса То есть непонятного адреса В адресе достаточно такая... Матни два слайда назад Я всё понял Я всё понял Вопрос в том, что можно ли был написатель с кем-то сопоставившим владелец этой информации Посмотри вот этот слайд По-моему, здесь ответ на твой вопрос Ну подойди Вот, 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 видишь? Чтение первой строки, темы, адресаты, отправители Первая строчка тела, тема, письма, даты и отправители На самом деле тема и адресат уже достаточно, чтобы сказать, что это очень плохая банка А первая строчка тела? Вопрос, Тарас, можно ли? Записано... И эта банка, и у Ильдара Обе байди связаны с чтением чурой почты Но если у Ильдара получал возможность пересылать всю чурую почту То это какая-то частичная раскрытия Это чтение вторичное, да? Это серверная банка Без атаки на клиента можно сделать В данной оценке было достаточно, ну, как бы, ни один фактор вообще не было Допустим, в том числе и легкость эксплуатации, да? Вот, то есть, если Ильдар там заморочился реально по поводу, кстати, автоматизации всего этого дела, да? То здесь, как ты видишь, когда речь идет о том, что ты поменял балдущий ход Вот, то есть, легкость эксплуатации, да, вот, совершенно не соразмерима Ну, это ведь не целевая атака Да, кстати Но раскрыть информацию еще раз, то есть, вот это очень критичный серверс, как у вас сказал Нет, у Купризи у таски Волгодины с паролями Все-таки, мне кажется, это неожиданно Это целевая атака? Давайте предположим, что не вся информация по этой баге разглашена в этой презентации Поскольку вот этот вопросик в конце, зная Леша, он бы просто так тоже не поставил То есть, я думаю, что было что-то, о чем он не изложил в презентации по известным нему причинам Тут внимательно... Ну, не, соответственно, связал я... Да, че, че, че? А еще раз, то есть, кто-то слышал, как проходил эксплуатацию в Купризионские баги, да? То он заметил, что, ну, там, каким-нибудь надо жертву перенаправить Этот фектор отправить ей, да? Слушайте внимательно, потому что это идет вещь, чтобы потом говорить о том, что это первое, а это второе место Там все нормально Не, ну ладно, тебе верь Ладно, че-то мне кажется, вот обсуждать организаторов, ну, не знаю По-моему... Ну, вот на мой отстраненный взгляд, по-моему, почтовая тишка не покруче А, давай, знаешь, закрой, короче Да, закрывай, короче И знаешь, какую... Вот это С практической точки зрения предыдущей страшнее, потому что трагедируется лучше Знаешь, вот, она была бы реально страшной, когда хакается какая-нибудь лента RU Фигачится автоматизация вот этой баги вот на ленту RU И все пользователи, которые идут на ленту RU ПАДАМ! Вот это да О, классно ПАДАМ! Так, как можно было взломать Яндекс? Рассказу будет... Ну, понятно, тему доклада мы уже рассказали Давай дальше, здесь ничего интересного Итак, специфика конкурса Я не рассказывал, зачем мне это было надо. Специфика конкурса, огромный скоп сервисов, а мы как бы, ну я вообще не занимаюсь тестами, я занимаюсь аудитом веб-приложений, и как правило эти веб-приложения имеют не больше, чем десяток, а то и пять доменов. А здесь как бы дофига доменов, дофига сервисов, 100-500 технологий, мне было очень интересно, и много веба, прям как я люблю. Большое число участников, да, понятно, что было там только 50 участников отправляли баги, которые были акцептированы, соответственно, искало еще больше участников. Высокая конкуренция, ну собственно, количество security, positive technologies, dot, antichat и все прочее. Люди, которые знают, как искать уязвимости, что с ними делать. Что еще было специфично? Побеждала самая сильная уязвимость. То есть уязвимость, которая по непонятным критериям была самая сильная. Был один победитель. Непонятным равно неизвестным, да, то есть никто не знал в начале конкурса, что это были за критерии. Вот и все. То есть понятно, что организатор, ну, наверное, четко представляет эти критерии. Едем дальше. Один победитель. Ну, на награждении все поменялось, наградили, собственно, трое их первых, три первых места, ну, соответственно, второе место получило 3000 долларов, и третье 2000 долларов. Дальше. Отправив уязвимость, ты не знаешь свое место в рейтинге. То есть ты отправляешь уязвимость, значит, ну, тратишь свое, значит, рабочее время, качается рабочий день, отправляешь уязвимость и сидишь, короче, куришь, нервно месяц, думаешь, что вообще получилось у других. Это как бы специфика. Давайте дальше. Самая сильная уязвимость. Я решил посчитать силу уязвимость. Я сказал, допустим, в условиях конкурса, а, да, в условиях конкурса это понятие введено не было, не считая постатоки, которые я не понял. Предположим, что уязвимость, самая сильная, определяется как сумма, соответственно, силы того сервиса, на которой, ну, то есть критичность сервиса, на котором она найдена, но умноженная на критичность уязвимости. Естественно, что бывает там, ну, то есть эти параметры, они и ты, да, и это номер сервиса, вот я это и взял. То есть сумма по всем сервисам, на которых уязвимость присутствует, собственно, вот я так определил силу уязвимости, то есть она должна быть на куче сервисов, одинаковая, строго одинаковая, на куче сервисов давать дофига всего, и из этих сервисов, ну, они должны по своей сумме там перебивать крутые сервисы. Вот что я предположил. Интернел выглядит круче. Да, да, но я вот, к сожалению, я, вот не поверь, что рисовал этот Google Draw, урод, а эта прога, она, короче, не знает значков. Палочками, палочками нарисовать Е я смог, а интеграл палочками я не смог нарисовать. Вот, поэтому вперед. В этом распознанции не ходит на сего, да? Да, можно было, но там тоже были свои проблемы. Вот, итак, наш подход к поиску уязвимостей. Тратим предельно мало рабочего времени. Это общая проблема, потому что, ну, дофига работы, и заниматься конкурсами круто, весело там, развлекает, но реально у нас живет рабочее время очень страшно. Выбираем уязвимость для поиска, и тупо ищем ее на всех сервисах, как я, собственно, и делал. То есть мне было там, ну, не особо охота искать что-то долгое, поэтому я просто сказал, я буду искать уязвимость вот эту, и тупо каждый сервис долбил, есть ли там она или нет. И, естественно, ну, сервис увеличивал. Вот и все. Вот это как бы реально был профит. Выбираем сильную уязвимость, силу, смотри выше слайда, тратим время на поиск, ну, большего числа сервисов, на котором она присутствует. То есть если мы видим, что уязвимость есть на сервисе, то, наверное, она есть на других похожих сервисах, особенно если она где-то глубоко, и понятно, что это глубоко, она одинаково, потому что, ну, чудес не бывает, скорее всего, там пакетные какие-то системы штампуют эти ноды, да, и они как бы, скорее всего, очень системы похожи по организации, ну, иначе как хазминить. Это предположение, опять же, было. Дальше, копаем уязвимость вглубь с учетом платформы и инфраструктуры, чтобы можно было не сказать, что это не просто, типа, вот, а показать, что да, вот есть профит от этой уязвимости. Думаем, что можно получить, используя данную уязвимость с точки зрения сервисов, и пишем подробный отчет, чтобы облегчить ребятам жизнь, чтобы они были более лояльными. Какую звезд мы бы искали? Можно было искать SRA, FSS, QL, Includes, Logic Bypass, ну, или Outbypass, как сделал. А можно было искать Something Iles. Ну, и, короче, за короткое время был выбран Something Iles. Только сейчас... Ну, короче, сейчас просто не вставайте, не уходите с этого слайда, если все всем понятно. Давай дальше. Да, мы нашли XXE. Тупая старая бага, которая заключается в том, что есть external entity. Если вы засунете туда имя файлика, то этот файлик прочитается на бэкэнде, запишется вам в XML, и XML выплюнется вам. Ну, что мы и делали. Читали локальные файлики. Наверное, дальше задача была найти те сервисы, которые хавают XML. Ну, поисковый запрос Яндекс.Хмл.Апи подсказал в следующем слайде, что есть такой адрес, как Яндекс.Апи.Яндекс.Ру. На нем есть миллион сервисов. Из них некоторые хавают XML. Ну, собственно, классно. Прошло уже много времени. В общем, надо было искать... Мне вот, за что понравилось сам... Ну, вот, почему я выбрал XSF? Я подумал, наверняка там есть демки. Да? Как вот эти все дурацкие оберточки, создание вот этих HTTP клиентов, демо-скрипты, они уже наверняка написаны в демо. Я просто их возьму, добавлю свой тег, короче, и буду долбиться. Вдруг что получится. Я так и сделал. То есть я не люблю программировать, жутко. Люблю брать платформу и ее использовать. Поехали дальше. Та-дам! Написали адресплойд, который называется XSFFD. Ну, сами догадаетесь, где была уязвимость. Засунули, и он выдал вот такой XML ответ. В нем был О, САП. Ну, САП понятно. В нем было САП-боди, САП-фаул, ФАУЛЬТ-код. И ФАУЛЬТ-код говорил unknown language. И дальше содержимое yet-spas. Та-дам! Вот. Что было профитом XXE для нас? Мы научились читать много файлов за один запрос. Объявляем кучу энтити, дальше объявляем энтити, которые содержат все эти энтити, разделенные begin'ом и end'ом. И отправляем им. В итоге получаем кучу файлов в одном XML-нике. Мы рады, крутые, короче, делим просто по делимитерам, зная вот эти имена файлов располагаем, читали там хостнеймы, статус. Ну, короче, ту информацию, которая не содержит перст данных, которые там в рамках конкурса, что все было вглубь, естественно, не копали. Интересно было копать багу вглубь, саму багу. Поэтому мы вот, поскольку полезно же эксплуатировать разные уязвимости в деле пригодится, именно профит XXE получали. Давай дальше. Профит 2. Посмотрели, ну, нехитрым, нехитрым умозаключением поняли, что там работает Perl. Ну да, мы могли читать локальные файлы, еще бы мы не поняли. Посмотрели, как это само превращается к Perl. По вот этой документации перловской версию Perl угадали. И объявляли entity. Что было классно. Библиотека, которая работает с этой штукой, есть, естественно, не только локальные файлы, но есть еще так называемый LVP. Local Profiler Короче. Он умел HTTP. Ура, мы получили внутренние запросы всех Яндекса с Пикертом. И, соответственно, могли читать их ответы. HTTPs могли сканировать порты, передавая в HTTP другой порт. Перл запускал, и мы видели разные ошибочки. Либо, если порт был закрыт, видели, что ай-яй-яй. Если порт был открыт, видели, типа, тайм-аут коннекшен. Другую ошибочку. Могли ходить по FTP, по страшному протоколу use, я даже не стал заморачиваться, что это такое. Гопер, которого там, скорее всего, бы не было. Сепан, который фактически юзер локал. И mail2. Это классная схемка, которая была в Перле добавлена, но она у нас не работала. Почему? Потому что, чтобы был mail2, нужен был пост-запрос с front-an. А те вещи, где я нашел уязвимости в сервисах каких, в API, там, естественно, с front-an уже get шел. Естественно, первая давала ошибку, типа, метод, ну, схема нормальная, а метод у вас, типа, get, а нужен пост. Поэтому mail2 не работала, так бы можно было весело читать почту. Но понятно, что либо XML везде одинаково, и просто надо было тратить кучу времени, которого у меня не было, чтобы найти радио или поздно тот самый запрос, чтобы работал на YouTube. Но я занимался не ковырянием Яндекса, а ковырянием Перла, и понимал, как там вообще не в XML работает. Едем дальше. Поняли, что в ропере определяется не только все, Степан. Случайно, не знаю зачем, долбанули LDAP. И оп, получили результат. Подумали, о, как круто. А стали думать, почему, если в в ропере нет ничего про LDAP? Оказалось, есть модуль к Перлу, который называется LDAP, он был у Яндекса установлен, и этот модуль собственно занимался тем, что вот этот в ропере обрабатывал. Ура, мы получили LDAP. Ну естественно, ничего оттуда не сгружали, информацию не получали, делали пушистые в рамках конкурса. Да, занимались в рамках конкурса. Ну мы написали, что есть еще у вас LDAP, он, короче, включен, адресов мы не знаем, ну и типа все. Ну плюс там наверняка какая-то авторизация была, то есть как бы мы... Ну, в рамках конкурса, короче, не было проникновения внутрь. Вот, поняли, что, да, в ропере, это наш третий профит, четвертый профит, который мы получили с XSS. Поняли, как искать на каждой ноде выполняется код, да, потому что, когда мы это пытались сначала как-то понять, меня это жутко удивляло, что порой, ну видно было, что это разные серваки, короче, а то есть, ну запрос один, серваки разные. Ну, как бы было понятно, что там кластер, и там есть ноды, кто-то, какой-то балансер, переключает вас между нодами. И чтобы просто понимать, на какой-то ноде, было придумано читать yet's hostname. Ну это не придумано, это все тупо, да? Читаем yet's hostname, понимаем, что в нем есть, и, зная, что в нем есть, знаем на какой ноде, соответственно, можем гезлить информацию как-то, но это как на будущее, естественно, там особо не занимается, это мой профит xxe. Пятый xxe профит, нашли много сервисов, которые содержат данные уязвимости, также предположили, что это те сервисы, которые обрабатывают прямую XML под пользователя, ну там, сапы всякие, айпишки, всякая хрень, но наверняка есть еще некие XML-ки, которые обрабатываются, составляются на основе пользовательских данных, и обрабатываются потом парсером, соответственно, эта уязвимость, в принципе, она реально довольно шире, потому что наверняка есть такие места, где можно сделать XML-инjection, а этот XML-инjection идет к парсеру, и этот парсер, вы опять получите то же самое xxe, то есть xxe и xxe, Предположили, что это есть, порадовались, и вот в случае, если бы могли аудировать белым ящиком, мы бы что-нибудь там нашли еще. Поняли, что надо делать expand entities 0, для лент-xml всегда, ну и получили награду. Вот. Дальше. Все, вопросы. Спасибо всем за внимание. Задавайте вопросы. А почему ты предположил, что на критичных сервисах, которые возможно уходят сюда, в XML-инjection, там XML-инjection так же легко пройдет при подгрузке, я понимаю, файл датом, или как изначально выглядел. Попробую проверить. Ну, предположил. Все. Это только предположение. Ну смотри, я исследовал уязвимость. Я не знаю, как там внутри организовано, и сердцов у меня нет. Собственно, я предположил, что, наверное, есть еще какие-то XML-и, которые стряпаются с пользовательскими данными и посылаются бэкэнду. Ну или там, второму бэкэнду. Просто потому, что я дофига приложений видел в жизни, и такое бывало. И туда можно сделать, собственно, XML-инjection, который даст XXE. Я этого не нашел, потому что времени тратил. Я как бы чисто рабочий день, а потом копал уже саму либо XML-ку. Ну то есть. Ну понятно. То есть, я не знаю, возможно, этого нет, но тогда хорошо все. Тяженчики надо львить до того, как будет тело XML-я. Это вопрос творческий. Это зависит от того, какой у тебя классный XML-парсер. Либо XML-классный XML-парсер. А, да, я не сказал главное ограничение. Я забыл, да. Мы могли читать не любые файлы, а любые файлы, где не было этих самых символов, тегов. Но на самом деле, учитывая, что есть интересные способы, так как entity могут клеиться, можно было их. Но надо было хитро, ну короче, надо было хитро, чуть хитрее заморочиться. Но я концепт сделал, прочитал прям тупой вот конфиг, конфиг XML-никакой-то, я уже не помню. Ну короче, дефолтный какой-то жутко, вообще там стандартный, потому что везде лежит, там ничего не было. Смысл в том, что я его объявляю как схему свою, она на меня применяется, и я ищу его элементы в XML-ке. И если эти элементы нахожу, то говорю, есть такой элемент, значение у меня такое. То есть, как бы, я уже работаю с XML-ком не как в XML-классе, а с XML-ком как в XML-классе, но из-за исключения того, что он у меня локальный. То есть, в принципе, да, можно и их тоже читать, но просто по-другому. Ну короче, смысл в external entity, это как бы основной профиль. Все остальное, это как бы остальное. Ты скажи, подключал к Wrandom, а? Нет. Нет, на самом деле, это там, как бы, это, я подумал, что это классно, DEC0 можно было. Декнул, а DEC0. Подключать, чтобы, чтобы это, получается очень классная штука. Но это я делал на другой площадке, ну, не на Яндексе. Бага была очень классная, но она, правда, не связана была с XXE, но смысл такой. Берешь запрос, который содержит что-то, что бэкэнд понимает, как прочитать DEC0. Бэкэнд посылает его бэкэнду, фронт посылает бэку, бэк не отвечает, фронт говорит, ну что, бэк фиговый, давай-ка мы его автоматически следующему бэку пошлем. Так фронт выключал всю сеть. Это реальная жизнь. То есть, я это делал на тестовом стенде, выключал просто нахрен все бэкэнды. Причем их там было тоже, ну, здесь вот у ребят было, я не знаю, тысячи серверов, наверное, как так, примерно, да, судя по выборочным номерам. И там как бы была сотка, сотка бэкэндов, но они реально за один запрос пользователя все погасли, потому что бэкэнд работал по логике, ну не ответил мне, фронтенд работал по логике, не ответил мне бэкэнд, перешлю-ка я этот запрос другому бэкэнду, пусть ему тоже будет хорошо. Вот. Но на самом деле профита получил еще потому что, ну как бы, хотелось же внутрь, да, но нельзя было. И как бы вот, реально, спокойствие нервное, оно мне дало. Я научился, короче, сдерживать себя от поползновений за пинтестить что-нибудь, потому что обычно, как бы, я с исходным кодом в приложении работаю, хотелось все-таки посмотреть, что там есть. А вот сколько ты сказал размеров пластера примерно? Ну, я не знаю, это уже Тарасова вопрос, но мне кажется, что около тысячи машин. Мне так кажется. Но судя по тому, что парочка номеров, говорили, ну типа там, если у вас есть линя номер 2 и номер 4, где-то должно быть номер 3. Вот типа, если у вас... где-то там должно быть. Короче, вот так вот. Вот такая пара. Все, всем спасибо, классный семинар и небольшое объявление по поводу хакспейса. Мучи-ка, первый слайд. Вот это выключил, слайд. 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 Вот. И... Последний слайд покинуть. Нет. Трайгейн. Вот этот слайд. Отлично. Мы, значит, с Юрой теперь готовы ответить на все вопросы. Плюс, хочу сказать, что мы здесь находимся на площадке нейронспейса. Это хакспейс в Москве, который, собственно, сделан силами инициативной группы. И, естественно, мы пытаемся собрать какие-то пожертвования и семинаров. Поэтому, если вам понравилось, если вы хотите, чтобы это все дальше продолжалось, вот там есть коробочка, положите туда пару сотен рублей, и мы будем счастливы, что вам понравилось, и мы можем потратить эти деньги на аренду. Это было обступление. Всем спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Что такое нейронспейс, хакспейс? Что такое нейронспейс? Где я? Хакспейс – это такое общее мировое движение, мест, которые собирают людей инициативных заниматься разными интересными вещами, которые называются хаком. Естественно, это не только информационная безопасность, но там были железяки. Вот у нас есть инициативная группа, которая делает вот тех двух прекрасных роботов, которые стоят сверху. Они ходят, бегают, скоро они будут говорить, отвечать и все прочее. У нас также есть работы по GSM, создание OpenBTS, это базовая станция на бесплатном ПО. Есть много интересных проектов. Собственно, Twitter нейронспейс с собачкой нейронспейс. нейрон вот здесь написано, а спейс как пробел, спаси тысяча. твит, ну собственно follow эти, как там это называется, подписывайтесь. Сайт тоже такой же наверное спейс ру, соответственно. Присоединяйтесь. У нас есть два типа членства, динамическое и статическое. Оно отличается тем, что статические члены имеют свой стол, который никуда не уходит, стоит на месте. И стоит это 6 тысяч рублей в месяц. Это для типа стартапов, которые хотят где-то работать, у них нет места, а офис очень дорогий. А динамические места это 2 тысяч рублей в месяц. Это стол, когда вы приходите и садитесь на какое свободное место. Его, как вы видите, здесь много, потому что здесь много собралось. Есть куча еще столов, которые там. Мы креативные люди, умеем придумать разные интересные штуки, разговаривать на интересные темы и можем вам помочь в многих ваших вещах, вопросах, стартапах и всем прочим. Вот как-то так. Ну и собственно вы тоже можете помочь. Ну вот у меня примерно все насчет хэрнспейс. Если я чего-то заслуг. Кого? Ну, вот без нервнспейс. Нервнспейс, я не знаю. Мне кажется, человек 10. Или больше 10. Уже больше 10 человек. А сколько нервнспейс? Всего. Больше 10 это всего. Да, всего. Всех, короче. Динамический, дикоэстатический. Ну, не знаю, там около 12 человек, наверное, да? Вот. Вот так вот. У нас есть много интересных проектов. В частности, мы сейчас активно готовимся к Positive Hack Days. Делаем страшную вещь под названием Шапка-невидимки, которая еще на уровне концепта. Это такая штуковина, кепочка, ты ее одеваешь, она светит в камеру, которая тебя снимает специальными фракрасными диодиками, очень мощными. И на камере ты вместо головы такой фонарик ровный. А человеческий глаз ничего не видит. Это как бы наш текущий проект, но на ПХД. Плюс мы еще какие-нибудь интересные штуки делаем. А, и вот отдельно ребята занимаются вот этими прекрасными роботами. Если кто-нибудь его возьмет и нажмет на него, он будет интересно ходить. Но они как бы отключены сейчас от матрицы. Но когда они включены в матрицу, они очень крутые. Умеют там синтезатор речи через Google Translate и все проще. В общем, очень крутые роботы. А слово роботам это... А слово роботам это заправка принтеров. не спрашивают. Это они как бы до нас. А, вау беденец надо. Мы игроком, а они нам какие-то принтеры. А не вау беденец, а вау беденец. Нет, мы, короче, так и играем. Вот так. Ну ладно, еще раз всем спасибо. Не забывайте про коробочку. Она вас ждет. Может, еще Тарас покомментируй, какие еще посылали. А, да, кстати, очень классно. Раз, который уже с рюкзаком догонит. выйдет и что-нибудь расскажет. Ну, ты можешь сказать свое видение просто конкурса. Насколько профит? То есть, реально поняли ли вы, что вы сэкономили кучу, короче, денег? Что это не пошло в паблик? Да нет, ну, как в паблик того сейчас пошло ведь. Просто было нормальное здесь слово в полисе, как бы, ну и так далее. Ну, собственно, я Тарас, я работаю в Яндексе администратором безопасности, как бы, да, и отвечаю за 8443 Яндекса. Ну, хотел бы сразу поблагодарить тех, кто участвовал в этом о конкурсе в чем-то уникальном для России, потому что, насколько я понимаю, мы первые, кто такой затерял в России, как бы, да, все знают, там, про программу Мозилы, там, Гугла, Фейсбук, ну и так далее. Вот. Что еще хочется сказать? Ну, во-первых, опыт достаточно удачный. Мы тоже, как бы, там, поменяли, как бы, настройки наших инструментов, да, может сказать, как бы, да, там, подумали про политики и так далее. И хочется еще сказать, что следите за новостями, на самом деле. Мы что-нибудь еще придумаем обязательно. Вот. Потому что, ну, надо же кому-то в России двигать безопасность не только со стороны, как бы, интеграторов, пин-тест, как бы, компаний, других, но и со стороны, как бы, заказчика. Вот. И вот такие вот события устраивают. Вот. Вопросы, просьбы, предложения? По условиям только веб трогался или... Да, веб. А раз у вас самостоятельно проводится... Что еще раз? Проводится ли самостоятельно аудит леба периодически? Проводится. Вот и вы проводите. В том числе. А что в целом мы сейчас отметили или это XS там еще? Да, XS была пачка, как бы, да, но понятное дело, что XS все-таки... А ну, с одной стороны, конечно, она... Это критикал для нас, мы это исправляем обязательно, потому что как бы понятны ее риски, как бы, да, ну и вообще как-то... Ну, не серьезно такому сервису, да, с XS с вами. Ну, здесь опять же стоит учитывать большое количество проектов и сервисов, как бы, да, как актуальных, так вот, и иногда встречается всякий рудимент. Вот, XS, да, были, XRF и тому подобное. Но опять же, вот что такое XS, как бы, когда ее просто находили, как бы, да, это одно, ну, когда, допустим, позитив раскопали, как вот ее делать через response splitting, достаточно интересно здесь национальный получился, он, как бы, с одной стороны, уже были XS, как бы, да, но они чем-то здесь выделились. Вот. Что еще? XRF, XS, как бы, ну, XRF тоже вообще, как бы, да, что проблема зависит от конкретного места. Слушай, а вот почему все-таки что-нибудь серьезное так в Афовской не подтяните? Потому что вот года три назад уже на Русскриптов были разговоры, что вот все нормально, мы сейчас в пассивном режиме там что-то наковыряли на основе снорта или там чего-то там, мы уже детектим атаки, соответственно, расследуем инциденты, ну, имеется в виду именно, если application-л эти же XSS крут толпой, то, значит, там что-то уже нашли, да, или ковыряют, можно ручками ковырять, и скоро это дело в активку включат. Ну, тот же Google, да, у него же, в принципе, на уровне сервера достаточно серьезно там все криптовой царяжется. Да, там XSRF-ы там есть и прочие на уровне сервера реализуются, как бы, да. Ну, здесь есть какие-то нюансы, это ряда, как бы, да, во-первых, эксперименты с ВАФом, они есть, как бы, я могу сказать. Вот, во-вторых, как бы, да, следует учить как бы обману трафика, нагрузку и так далее, как бы, да, и опять же, ВАФ, ну, все прекрасно знаем, как бы, да, и смотрели презентации, в том числе и ваши, да, по обходу ВАФа, в том числе и мой цикл. Нет, нет, понятно, здесь просто такие дурацкие же вещи, ну, на самом-то деле, стреляют, которые просто вот так, чик пальчиком стукнешь его, и мальчик уже не пойдет, он скажет, что вот, там уже меня выпускают. Ну, еще раз, огромный огнем, огромный трафик, на самом деле, это, вот, когда это один сервер, да, давайте поставим на него ВАП, давайте поставим, давайте поставим на него ПХП и ДС, вот, ну и так далее. И просканируем его В3АФом. Вполне. Вот, ну или Макс Патрон. Макс Патрон имеет в этом, насколько я знаю. Нет, он, наверное, да. Тут, ну, нюансы, они зависят от архитектуры, как бы, инфраструктуры и так далее. Не так все просто. Да. Нет, ну, понятно. На вашей стороне проводилась какая-то попытка продетектировать, что, некие лица, скажем, производят злом системы во время. То есть, они взломали. А вы знали, или вы как-то пытались определить, что ломали? Я говорю, наши люди были в курсе, как бы, да, администраторы и прочее, как бы, ну, старались, по мере возможности, держать на курсе. Опять же, возможность, которая позволяет, опять же, огромный объем трафика. надо полагать, что это не... То есть, в курсе они сами поняли это из логов, или они просто знали, кто... Ну, что значит, они поняли из логов, что кто-то ломает, или что-то не знали, что-то поняли из логов. Явно, что ничего. Еще раз, конкурс был не про взлом, он был про позе. Да, мы это, мы явным образом обозначили. Карас, я правильно понял, то, что, когда Дозунки дергал это цепаст, администраторы это все видели? У администратора отдела велосипуха, да. Дозунки надо сказать спасибо Владимиру за то, что... Он не зря написал, что описание уязвимости, на самом деле, что хотелось отметить, уязвимости слали по-разному, да, то есть, не было такого, что стекста рекордюс, первый, второй шаг, потом ожидаемый результат, все то, что привыкли видеть в обычных бактрекингах. Денег стоим! Написать три строчки денег стоим? просто люди, которые, понимаешь, люди нещут уязвимость, они не заинтересованы в том, чтобы тратить свое время. Ты сам это написал. Да, да. Просто... Ну да, я согласен, то есть, просто, ты сам понимаешь, много людей, которые просто знают, как искать XS, но они ни разу даже нормального описания не видели. Я честно сомневаюсь, что... Сделали бы вы, шаблоны, вот, как оформлять XS? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. XS там, тын-тын-тын, и все, вот как Google, кстати, сделал. Я знаю. И было бы лучше, мне кажется. Было бы все, как думаешь. в общем, насчет сербучика, в рамках более интересной программы, как бы, да, очевидно, что там не будет уже просто так, просто так, пришли к тебе письмо. Вот. А заставить людей что-то написать, я тебе говорю по опыту, это нереально. То есть, надо ходить с паяльником, и я уже написал, и я же нашел, я тебе отправил, напиши адвизори. Иногда это месяц проходит. Вот у Вениса можешь просить, 10 лет опыта. 5 багов. Ну, со мной гораздо все-таки легче взаимодействовать с ресерчером, когда он шлет как-то более-менее разумное описание изместя. Скиншоты не так важны, на самом деле, да, важно как-то, ну, примерно, понимаете, где он находится, как его с 10 багов там. А если он еще написал, там, патч, не, патч, смотри, алмаз, короче говоря, как сейчас атаку, видо атак, как бы, да, это же самое. А это уже, скажем так, признак, не то, что зрелости, как бы, да, само прошло. А вот как вы оцениваете покрытие уязвимостей в ваших системах внешних, да, после вот этих программ, ну, в процентном соотношении, предположим, было там 100% уязвимостей, да, вот сколько? Сколько нашли и сколько искали? Так, значит, покрытие или сколько искали? Мы совсем понимаем. Надо же знать, сколько было всего. Ну, администратор, который вот дерзается узком, у него все равно в сердце что-то бьется. Порядка, по-моему, сотни тикетов было заведено, как бы, да, если об этом речь идет. Нет, я просто, как бы, эффективность, да, то есть, ты же внутри работаешь, да, то есть, ты знаешь, что многие уязвимостей не найдены, да, и ты можешь, как бы, так сориентироваться. Ну, я же, Бессонска, сказал в самом начале, что этот конкурс, он явился такой, ну, таким хорошим индикатором, хорошим лакмусом бумажки, сдвинуть, где-нибудь там, перенастроить инструмент, посмотреть, пересмотреть какие-то политики, да, подумать, что вот на этом сервисе, как бы, ай-яй-яй, почему вообще столько проблем, да, уделялось, надо подумать, там, и в рамках SLSI, что-то, на какую-нибудь из этапа, дойти до разработчика, да, и пнуть его больше, чем один раз, например, да, а лучше с менеджерами, которые будут их всех, например, и так далее, это, безусловно, было. А вот, если так вопрос задать, вы же ищете сами у себя узимости, да, вот, примерно, во сколько раз больше или меньше, собственно, было найдено узимости за вот этот месяц, чем обычно в месяц находится? Да, из-за какого-то обычного? Ну, я, естественно, не говорю, что там 50 человек долбилось, а вас там меньше, чем 50, например, вот именно вот в этом, ну, нормировано, да, если нормировано здесь, ну, то есть, если вот прям вас там 10, то на 5 выделили. Это сравнимые, короче, числа, или все-таки люди, короче, люди извне лучше проверяют по количеству... Сколько должен искать в 3.i.f. вот это вот количество изуемости? Сколько была, само собой, это была первая волна, которая была первой недели, да, вот, реально было так вот, разбирали там, Буфер Аверхлович просто не успевал отвечать, вот, а кто внимания, никто не получал письма, хороший показатель был, кто в итоге стал из присутствующих тикетов, ну, там, те, кто знакомы с таким персонажем, как Буфер Аверхлович, как бы, ну и... Ивнен Селектович еще. Ивнен Селектович, вот, сразу же. Вот. У меня всего платить. Ну, ты с одним из них познакомился, да. Спресс был, да, мы тоже, на самом деле, находимся, по понятным причинам, как бы, у нас для этого лучшие условия. Вот. Не знаю, не могу, на самом деле, объемно сказать и сравнить, как бы, да, не могу на тему говорить. Ну, понятно, что, знаете, когда там, очевидно, что тестер осталось сильно больше, чем, как бы, чем у нас внутри. Вот. Ну, это очевидный профиль. С Хархателикова? Из тех, кто участвовал? Да. Нет. А почему? Ну, как сказать. Дозунки не ведется. Черт подрее. Скажем так, опыт поиска людей в рамках как бы, я, конечно же, я думаю, ты знаком с этой ситуацией в России, он, к сожалению, показывает, что, ну, под определенные критерии слишком мало людей или практически исчезающее количество их в России есть. Вот. На TXS это одно, на самом деле, как бы, да, поставить туда alert script, да, нужно, нужно чуточку больше от такого человека. Написать адвизори? Это уже искусство. Что ты сказал? Нет, ну, правда, какие были организационные меры приняты внутри, кроме распространения уязвимости? Что-то было добавлено в нагрузку там? Все взяли паспорта, сразу, 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 сразу. Организационные меры я уже озвучил, то есть, они были на уровне, то есть, такой внутренний компас, как бы, ты посмотреть, что, где, и, как бы, и подкрутить там гаки в плане безопасности, в плане сделать все, как бы, да, понять реальность. Что-то новое, солд, железо, потому что угодно. Что еще раз? Умедлялось ли что-то новое там для обеспечения защиты? Ну, времени очень мало прошло, ты чего? Ну, вообще, как бы, да, то есть, прошло полмесяца всего, то есть, оно было, по-моему, теперь, на месте. С момента объявления результатов прошло там два месяца. Я думаю, что мы, в общем, нет, без железа обойдемся, то есть, это будет на уровне политика, как бы, сделать хипотик. Спасибо. Поставим себе могучий китайский фарвов, рецензируем. Заодно, будем отваливаться. Да, ваг, великий могучий. Ну что, еще вопросы? Я думаю, на самом деле, мы еще 30-го с кем-то из вас увидимся в Питере. И еще раз это обсудим. Спасибо, что ответим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok